Александр, ну мне остается спросить, какая работа сейчас ведется? Вы вышли на проектно-смертную документацию уже, и примерно когда нам ждать первых чертаний нового парка? Знаете, тяжело всегда так отвечать на этот вопрос. Вот сразу скажу, что вообще работа, на которой мы настроились, это вот, как я и сказал, это 5-7 лет. Вот через 7 лет мы точно с вами пройдемся по идеальному парку. Скажи финальному вообще варианту. Это финально, да. Я уверен, что вот за 7 лет мы точно эту историю победим. Что можно на следующий год? Вот следите за соцсетями, я точно могу сказать, что в мае месяце мы всех позовем на субботник очередной. В июне мы точно запустим понтон. В июне мы точно сделаем красивую дорожку до этого понтона. Мы точно сделаем какие-то туалеты, не знаю, пусть это будут мобильные, не мобильные, там, может быть, это какое-то строение будет. Вот. Но мы точно сделаем туалеты, потому что у нас есть запрос на мероприятие уже даже на той площадке, которая сегодня существует. Мы точно будем рисовать какие-то отдельные четкие локации в парке. Вот. А параллельно с этим будет идти, ну, огромный вал работы, вот как раз по проектированию инженерной сети, по переносу дорог, по вообще транспортной какой-то развязке вокруг парки, по проектированию парковок, работа с застройщиками. То есть, ну, к сожалению, это та работа, вот она очень скучная, но без нее никуда. И это та работа, которой, ну, не похвастаешься там в соцсетях, не покажешь и не проинформируешь, потому что, ну, кому интересно там смотреть бумажки, цифры, там, расчеты, данные какие-то. Это примерно год, это все. Это примерно год-полтора. То есть, год-полтора. То есть, мы понимаем, что со слов губернатора деньги на это будут выделены из областного бюджета. То есть, проектные работы, они вестись будут однозначно в начале следующего года. Вот. Проектная группа уже создана, у нее есть официальный статус. То есть, будет повестка, будет календарь событий. Я уверен, что в следующем году будет там два-три мероприятия каких-то, ну, типа, публичных слушаний. Мы, причем, мы четко, вот наша позиция, мы не хотим информировать людей о факте проведенной какой-то работы. Мы хотим сделать так, чтобы тюменцы сами принимали участие, сами предлагали, выдвигали свои идеи. А лучше всего, чтобы приходили с идеями и готовы были их реализовывать. Получается, что сейчас еще нет итоговой концепции, раз вы говорите, что можно еще какие-то идеи реализовать. Итоговой. То есть, есть концепция парка. Это, грубо говоря, большие такие мазки, штрихи. То есть, определены зоны, определены зоны, там, определены дороги, по которым будут заезжать в парк. Вот эта история, она есть. А, допустим, ну, вот есть место, ну, вот как детская зона, да. Вот на детской зоне у нас там нарисовано четыре площадки. Вопрос, какие это площадки будут? Это будут там, не знаю, скалодромы, это будут шахматные столики, это будут песочницы, или это будет, не знаю, эко-площадка какая-нибудь там, или это будут кубики-рубики. Ну, то есть, вопрос именно вот уже такой, знаете, хороши те проекты, в которых прорисовывают даже мусорки. Потому что потом не было такого, что вы, блин, забыли поставить столб, вызвали сюда там машину, которая разрезала вам канавку, вы в нее положили кабель, замазали это все, идешь по парку, вот тут, ну, это все видно. Вот я сейчас, сейчас я уже вижу, что, ага, тут по мусорке не подумали, тут про скамейки не подумали. Тут, допустим, вот сегодня там мы, когда проектировали сцену на воде, то есть, ребята, когда рисовали, я поразился, они даже знают ширину ковша у трактора. То есть, потому что можно нарисовать в одном из наших тюменских мест. Я видел такую историю, то есть, стоит бордюр дорогущий, положен мрамор, стоит столб, обшитый мрамором, да, там, или гранитом, там, вот. И тут не может проехать трактор, ему не хватает там 20 сантиметров. То есть, проектировщик даже не думал, кто будет чистить снег, как он его будет чистить. Все, в итоге сюда надо лопатами, и в итоге вот эта территория, она там постоянно недочищена. Вот, и вот с московским архитектором мы когда общались, то есть, они продумают все, как люди будут, вот если он, допустим, пошел в курилку, куда он выбросит окурок? Если они строят общепит, то понятно, там, в зоне общепита мусорок должно быть, там, на 20% больше, чем там в зеленой зоне, потому что здесь мусори, там, гораздо больше. На входе в парк, то есть, вот такие мелочи, они там, ну, ребята, кто в этом варятся, вот именно в таких, в общественных пространствах проектируют, то есть, они такие мелочи знают, которые, там, для меня, ну, были вообще открытием. Вот хочется такой парк, не торопясь, хочется сделать парк, в котором, опять же, одна из, почему мы хотим зайти вообще, как масштабным инвестиционным проектом, то есть, на сегодняшний день есть такое решение, что это вообще будет, скорее всего, масштабный инвестиционный проект. Если не весь парк, то какая-то его часть однозначна, то есть, какая-то часть парка будет построена полностью на частные деньги, без участия государственных денег. Это то, тоже одна из идей, которые мы бы хотели воплотить, то есть, построить часть парка за деньги инвесторов. И построить ее так, чтобы она была построена не по федеральному закону, там, кто дешевле, тот и выиграл, а чтобы там было реально круто, концептуально, красиво, дорого там. А на какие примеры ориентируетесь в мире вообще? Ну, вот в мире, я вам скажу, пока что лучше корейцев, китайцев, там, малайзийцев, мы пока ничего не видели. То есть, если говорить о зеленой части, ну, о зеленых парках, да, то это там больше Голландия, Европа, Австрия, ну, вот европейская часть, да. Если говорить об каких-то мероприятиях, о насыщении жизни, об вечернем досуге, о досуге выходного дня, то это, конечно, безусловно, там, корейцы, китайцы. Просто самая сложность, вообще самая большая сложность, это не нарисовать там парк, а самая сложность потом понять, как его эксплуатировать. У китайцев мы смотрели, ну, масса вещей каких-то, там, да, там, лепка какая-нибудь, да, там, беседка, там, для музыкантов, но у которой мы просто понимаем, что выпадет снег, это все рухнет. Или там ударят морозы минус 20, вот это все поломается. Или там металл, да, там, он, допустим, в сухом климате, он там особо не окисляется, да. Если мы построим у нас там какие-то вещи из металла, то там через три года это все полопается краской и окислится. Вот, поэтому смотрим нержавейку, ну, вообще нержавейку рассматриваем, а это, конечно, дорого. Вот Европа сегодня, Германия там производит очень интересные интерактивы с водой связаны. Вот они недавно сделали площадку в парке Горького, ну, в этом году, в начале этого года. То есть там просто ты с ума, ну, вот дети с ума сходят. То есть это все, это не просто там ты в песочном поперялся, там, ну, не знаю, крутишь рычаг, да, там, поступает, черпает воду, эта вода вращает мельницу. То есть там ребята понимают водные процессы, физику, да, там, весы какие-нибудь стоят. Ну, и все, это такой интерактив. И это игры, в которые вы должны играть там втроем, вчетвером. То есть чтобы сделать какое-то действие, это сплочает, объединяет, дети коммуницируют. То есть это, ну, ребята продумали не просто там сделать красиво, а они продумывали, что на детской площадке дети должны коллективно что-то делать. Вот такие площадки хочется сделать. Мне жутко хочется сделать. Мы видели столики, общались с представителями людей с ограниченными возможностями. То есть они говорят, вы знаете, что вообще существует в мире компания, которая делает детские площадки для людей с ограниченными возможностями. То есть для меня было, допустим, мы рисовали столик там игры в шахматы. Он говорит, вы знаете, что столик для игры в шахматы там для колясочников это вообще другой столик, да, там, он не такой высоты. И вот продумать над стадией проектирования, ну, это сложно очень. То есть проектировщик, который проектирует, он нарисует столик, да, но он не нарисует, там, какой высоты этот столик. Есть ли у него поручень, должны ли бы здесь какой-то фиксатор быть для коляски. То есть как заезжать. И вот такие истории, это должны придумать. Я так понимаю, у нас учтены тоже будут все эти нюансы. Мы очень сильно хотим, то есть здесь проблема в том, что сейчас нужно найти вот этих людей, найти там озеленителей, которые знают, какие растения приживутся. Но эту историю мы решили. То есть мы нашли профессионалов, которые знают там про ивы. То есть в этом районе приживутся в основном только ивы. То есть мы нашли профессионалов в Тюмени, кто знает об ивах все. Про воду, да, то есть мы про водные виды спорта тоже нашли ребят. Причем там есть у нас ребята даже с других стран, кто как бы готов делиться опытом, там, с Чехией, с Германией. Кто готов делиться опытом организации досуга возле воды, рядом с водой, на воде. То есть там не такие жесткие условия в Европе. Там можно спокойно вообще прийти в государство и сказать, давайте мне озеро в аренду. Я буду платить за озеро, я буду его чистить. Обнес забором, запустил, хочет и рыбу туда запускай. Хочет там, не знаю, там, вычерпай и все. А у нас нет таких практик? У нас это все только могут штрафовать. Пока что, к сожалению, только такая практика. Но у нас, то есть, ну у нас вообще запрещено в принципе ограждать. То есть мы на сегодняшний день не имеем права, даже если мы пусть хоть миллиард рублей туда закопали, но мы не имеем права поставить забор вокруг озера и не пускать людей к воде. То есть мы этого и не хотим. То есть у нас задача сделать событийный парк, чтобы народу больше туда приходило. Но, к сожалению, масса таких законодательств. У нас в истории страшные рассказы. Ну, если, допустим, говорить про это, вот опыт, которым с нами ребята делились. То есть база отдыха на одном берегу, приехала пьяная компания на другой берег. Пьяная компания отмечала, человек утонул, его прибило к берегу. К этому два года условно дали директору базы отдыха. То есть, и он говорит, ну вот как я вообще был связан, то есть у меня там даже водная владь там, это как бы не моя, то есть это, ну, федеральный войск. Ну, вот как-то он виноват. Поэтому ограничение, обременение там рисков, это вообще масса. Поэтому это все изучать, штудировать. И сегодня вот агентство стратегических инициатив, когда сюда прилетала, Светлана Чупшева, она и говорила о том, что законодательство, оно устарело, его нужно разворачивать в сторону экономики, в сторону людей, в сторону городов. На сегодня законодательство на федеральном уровне такое, что реально проще вообще ничего не делать. Местным областным властям проще ничего не делать с озером, чем что-то начать там строить, монтировать, облагораживать, там, не знаю, очищать. Ну, я думаю, это не про Тюменскую область, как мы видим. Здесь, слава, здесь просто не бояться. Поэтому Светлана Чупшева и сказала, что, говорит, я рада, что Тюмень будет пилотным проектом, вот, по работе с водными пространствами, о том, что губернатор поддержал эту идею. И задача вообще стоит, ну, самая масштабная, глобальная задача стоит такая, сделать, помочь в Тюмени сделать парк высокого международного уровня, чтобы потом эту практику просто тиражировать во все города РФ. Спасибо вам большое, Александр, что нашли время для нас. Не за что. Спасибо, что продвигаете подобные проекты и берете ответственность на них. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»